Упругие ягодицы и стройные ноги стоят приложенных усилий времени для формирования и поддержания мышц. А так как основная нагрузка приходится на тазобедренные коленные суставы, то разминку лучше начать с бега и прыжков. А потом прыжки на месте с поворотами корпуса. Хороший разогрев обеспечит более эффективную тренировку. Для первого упражнения нам понадобится опора. Это может быть стена, ну или мужчина, если есть такая опора рядом. Лежа на спине, руки вытягиваем вдоль туловища. Кончики пальцев касаются стены, а стопы уприте в стены. Напрягите бедра и поднимите поясницу. Выполните 15 пружинистых подъемов вверх. Можно, конечно, сделать пластику, увеличить и округлить ягодицы. Но поддерживать их в форме без физической нагрузки все-таки невозможно. Поэтому предлагаю продолжать тренировку. Итак, второе упражнение. Махи рук и ног вверх. Встаньте на четвереньки, локти на ширине плеч, живот втянут. Выпрямите назад правую ногу, а левую руку вперед. И выполните 10-15 махов ногой и рукой одновременно. Повторите упражнение зеркально. Повторите упражнение зеркально. Все упражнения я испытала на себе. Это реально работает. Упражнение третье. Выталкивание ног вверх. Встаньте на четвереньки, обопритесь на локти, живот втянут. Согните правую ногу так, чтобы бедро и голень имели прямой угол. И не опуская на пол колена, медленно толкайте пятку вверх 20 раз. Почувствуйте, как работает ягодичная мышца. Затем выполните упражнение с другой ноги. Упругие ягодицы – это наше все. Поэтому не сидите долго в неподвижных позах, больше двигайтесь. В целом отсутствие тренировок может изменить вашу осанку. Поэтому я советую прокачивать большую ягодичную мышцу. Упражнение четвертое. Подъем таза на одной ноге. Лежа на спине, живот втянут, руки вдоль тела. Поставьте одну ногу на коврик, другую положите на колено. Приподнимайте таз как можно выше, задерживаясь вверху на несколько секунд. Медленно повторите 20 раз. Медленно повторите 20 раз. Каждая женщина единственная и неповторимая. И каждая может достичь результата. У кого-то это выходит быстрее, кому-то требуется больше времени. Но главное – это начать. А мы продолжаем. Пятое упражнение – поднятие прямых ног сидя. Сядьте на пол. Обопритесь сзади на кисти рук. Левую ногу согните в колени, а правую вытяните. При этом носок тяните на себя. Пружиним ногой вверх. Ногу не опускаем и стараемся не касаться пола. Выполните 20 пружин на каждую ногу. Выполните весь комплекс упражнений и еще 2-4 подхода. В зависимости от самочувствия и вашей подготовки. И закончим упражнениями на растягивание. Сделайте выпад с опорой на колено. И возьмитесь за стопу. Подтяните ее к ягодице. Задержитесь на полминуты. И выполните с другой ноги. Второе упражнение на растягивание. Теперь стоя, ноги широко расставлены. Перенесите вес на одну ногу и согните ее в колени. Другую ногу поставьте на пятку. При этом корпус подавайте вперед. Тянитесь так по полминуты в каждую сторону. Выполните по 2 растягивания на каждую ногу. И помним про позитивный настрой. В нем половина успеха. Не сдаваться, верить, работать над собой. И все обязательно получится. С вами была Виктория Королева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова